А перед началом этого видосика я хотел бы сказать о старте небольшого интерактива на моём канале. Всё дело вот в этом вот логотипе. Я спрятал его в своём видосе. И тот, кто первым напишет в комментариях точное время появления этого логотипа, 100% окажется в видосе. И более того, его комментарий получит по-настоящему царскую рамку. Ну что же, а теперь переходим к видосу. Всем привет, друзья, с вами Донни, и сегодня мы играем в GTA 5 реальная жизнь. Сегодня, друзья, я продолжу покупать себе транспорт, и сегодня, друзья, я куплю себе целую яхту. Да, конечно, куплю себе не такую здоровенную, как у нашего друга Джонни. Потому что его яхта стоит просто огромнейших денег, примерно как мой остров. Но, тем не менее, сегодня мы купим тоже неплохую яхту. И с нами сегодня будет кататься, собственно говоря, сам Джонни. И более того, сегодня я буду кататься не на своих машинах, а на машине нашего друга Джонни. Да, я подумал, что мне, в принципе, неплохо было бы добраться до того места, где я сегодня буду покупать себе яхту. И чтобы не ехать на такси, я решил покататься вместе с Джонни на его Феррари-ля-Феррари. И уже потом, когда я куплю себе яхту, Джонни сможет на Феррари доехать до этой парковки и добраться до своей яхты. Ну что же, садимся, друзья, за руль Феррари-ля-Феррари. Так, садимся. Так, она заведена. И знаете, что я вам скажу? Так, мы радио включаем, радио нам не нужно. Джонни садится. Да, Джонни садится. Двери открываются вверх. Так, это, конечно, что-то с чем-то. Вот я был просто поражен салоном моего гиперкара, но салон Феррари, он, конечно, просто какой-то... Даже не знаю, как его описать. Очень маленький, что ли, даже не знаю. У меня такое ощущение, будто бы я сижу в очень маленькой коробке. И, конечно, руль просто он... Не знаю, как его описать, как будто просто штурвал от самолета. Сижу я в Феррари-ля-Феррари впервые, честно говоря. Ну что же, друзья, мы сейчас выезжаем и гоним прямо в Лос-Антос. Там нас ждет сегодня продавец моей яхты. Так, мы выезжаем. Проезжаем через туннель. И, друзья, выезжаем прямо в порт Лос-Антоса. В одной серии, друзья, мы плавали на яхте моего друга из компании Liberty Volk. Так вот, сегодня мы будем покупать яхту, очень похожую на ту яхту. Те, кто смотрит меня уже давно, думаю, что понимают, о чем я говорю. И давайте, друзья, сейчас мы заценим, собственно говоря, Феррари-ля-Феррари, если у нас есть возможность, да. Что хочу сказать по внешнему виду. Вот, как я уже говорил, задница у нее просто великолепна. Это, наверное, самый лучший вид сзади у машин, который я когда-либо видел. Потому что, вот, да, морда у нее так себе. Вот, лично мне как-то морда не очень нравится, не знаю почему. Может быть, из-за того, что она такая довольно-таки вытянутая получилась. В профиль как-то может быть тоже так себе. Но вот сзади, сзади это просто великолепный шедевр. Реально, вот, не знаю почему, но сзади она мне очень нравится. Вот, даже больше, чем у моего гиперкара. Давайте-ка мы сейчас затестируем ее управление и максимальную скорость. Джонни, ты же не против в городе-то? Не против, да? Да ладно, будто бы я буду тебя спрашивать, да? Так, поехали, ребятки, поехали. Втапливаем, погнали. Так, наваливаем, наваливаем. Ну, неплохо, честно говоря, конечно. Конечно, с моим гиперкаром не сравнится, но тоже неплохо. Так, здесь мы сейчас налево повернем. Так, поворачиваем налево. И поехали, ребятки, поехали. Ну, мне нравится, в принципе, Феррари. Ля Феррари мне тоже нравится. Может быть, если бы я не узнал о том, что есть такие машины, как гиперкар, именно Ликан Гиперспорт, да? Возможно, я бы купил себе Феррари или Феррари, кто знает. Просто, когда я узнал о том, что можно купить спокойный гиперкар за 3,5 миллиона долларов, я сразу пошел и купил. То есть, даже об этом не думал. Так, давайте-ка мы здесь объедем. Седанчик объехали. И, друзья, просто наваливаем. Осторожненько, осторожненько, не поцарапаться. Так, мы здесь пролезем, как вы думаете? Джонни. Пролезли спокойненько, вообще, поехали. Сейчас мы здесь налево повернем, и там уже будет, собственно говоря, пристань. Так, здесь поворачиваем. Окей. И, друзья, я готов сейчас увидеть свою будущую охренительнейшую яхту. Поворачиваем здесь направо. Здесь мы так вот налево поворачиваем, разворачиваемся. Заезжаем в порт. И, друзья, примерно где-то здесь она стоит. Сейчас мы припаркуемся, друзья, так. Паркуем Феррари или Феррари, вот так вот. И Джонни уезжает на своей машине, видимо, домой или еще куда, не знаю. А мы, друзья, идем смотреть свою яхту. Ну что, ребятки, давайте-ка мы посмотрим на свою яхту. И вот она, ребятки, вот моя яхта. Очуметь, какая же она большая. Да, она, конечно, не такая большая, как у Джонни, как я уже говорил. Но, друзья, мне этого вполне хватит. Потому что на такой большой яхте, как у Джонни, плавать очень тяжело, я вам скажу. Реально, очень тяжело. Она вот такой вот. Она здоровеньшая. И плавать на ней просто кайф. Так, мы идем, ребятки, сейчас в нее. И вы просто на это посмотрите, друзья. Просто гляньте на это. Обалдеть. Опс, я упал, осторожненько. Так, поднимаемся наверх. Не падаем больше. Ребятки, это просто... Просто кайфовая яхта. Так, у меня есть ключики. Отлично. И теперь можно, видимо, спокойно садиться и уплывать, да? Так. Друзья, я завел ее. Я ее завел, друзья. Это что-то с чем-то. Это просто великолепнейшая, здоровенная яхта. Ну что, выплываем, ребятки. Выплываем очень аккуратно. Очень аккуратно выплываем. Так. Налево. Вписываюсь, вроде бы, друзья. Просто кайф. Она очень быстрая, я вам скажу, на самом деле. Сколько она сейчас плывет? Почему-то показывается мили. Но, ребятки, я так понимаю, что узлы должны быть. Если определять в милях, то мы сейчас плывем в среднем 35 миль в час. Думаю, что такая скорость для такой большой яхты очень даже хорошая скорость. Ребятки, просто кайф. Думаю, что в следующей серии мы куда-нибудь поплывем отдыхать. Куда, я не знаю, честно говоря. Но сама суть того, что у нас есть теперь такая яхта, это просто кайф, ребятки. Это просто кайф. Жизнь просто великолепна. У меня есть две самые эксклюзивные тачки. Хотя, да, уже ровер я сегодня видел на дороге. То есть, он не самый эксклюзивный уже. Но Ликан Гиперспорт, самая эксклюзивная тачка в Лос-Антесе. У меня есть просто суперская, дорогущая яхта. Вот такая вот, в принципе, большая, крутая яхта. И, друзья, думаю, что мы еще себе купим какой-нибудь крутой самолет или же вертолет. Тоже эксклюзивный. Самое главное, чтобы это был эксклюзив. И просто я буду жить в шоколаде, я вам скажу. Просто будет кайф. Ну и, разумеется, думаю, что вскоре я займусь каким-нибудь бизнесом. Да, у меня еще есть автомастерская. Хотя, пока я ее переоформил на своего друга Джонни. То есть, пока Джонни является владельцем нашей автомастерской. Хотя, я понимаю прекрасно, что мы покупали эту автомастерскую вдвоем. Просто, когда я грабил банк, когда мы втроем грабили банк, я решил, что я все свое имущество либо продам, либо спешу. И получилось так, что я свой дом продал, машины продал и списал мой бизнес на моего друга Джонни, потому что я ему доверяю. Но я думаю, что, в принципе, если я захочу получить доход от автомастерской, в принципе, я могу на это рассчитывать. Блин, ребятки, просто кайф. Надо придумать, где я буду ее парковать около своего дома. Потому что, пока я, честно говоря, не знаю, где я буду там ее ставить. Хотя, здесь предположение, но, возможно, придется что-нибудь достраивать. Вот, потому что, пока я, честно говоря, не знаю. Блин, давайте-ка мы сейчас, знаете, что сделаем? Давайте-ка мы сейчас просто где-нибудь остановимся. Так, мы останавливаемся. И просто хочу пройти на нос этой яхты. Так, идем. Аккуратненько. Ребятки, идем прямо вот сюда вот. Так, осторожненько. Вот, все. Друзья, просто. Это просто райская жизнь. Я сижу в очень уютном кресле на своей яхте в океане. Друзья, просто кайф. Я не знаю, что может быть вообще лучше. Так, я думаю, что можно уже потихоньку идти за штурвал нашего катера. Так, идем сюда. Садимся за руль, скажем так. Да? Заводим. И, ребятки, поплыли. Все, ребятки, гоним. Я думаю, что, в принципе, я на этом уже серию буду заканчивать. А уже в следующей серии я вам покажу, как я припаркую свою яхту около своего острова и около своего коттеджа. Я надеюсь, что вам эта серия понравилась и вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok